всем привет с вами канал все для огорода очень важная подкормка для огурцов наши огурцы которые в открытом грунте часто заболевают такой болезнью как корневая гниль и вот от корневой гнили для профилактики будем использовать зеленку а также будем использовать молочный обрат вот здесь у меня делал творог молочный обрат это называется сыворотка или молочный обрат наливаем сюда сыворотку банку 07 делаем маточный раствор это на 10 литров воды то есть вот значит зеленку не знаю то сейчас опять выморжусь как правило вот чайную ложку не полная чайную ложку получается такая зеленая смесь вот руки вымысал ну ладно сейчас я быстренько нырки по мы использую секундочку сейчас так и эту сыворотку зеленкой это профилактика от корневой гнили на огурчиках в открытом грунте естественно ну и в теплицах тоже бывает но она редко там бывает как правило у меня бывает она в открытом грунте так это она у нас на 10 литров воды сейчас попробую сюда лейку поставить вот поставил лейку выливаем сыворотку зеленкой сюда размешаю рукой на так размешали идем поливать так желательно у меня все я вчера поливал принципе здесь они влажные в каждую надо налить где-то по пол литра такого состава здесь у меня как раз баночки для полива экономного специально сделал где можете его повторить конструкцию это обычные пластиковые бутылки 5 литрушечки можно а можно такие из-под кваса в каждую наливаем профилактика от корневой гнили на огурчиках зеленый как раз и будет защищать от корневой гнили огурец у меня прошлом году была корневая гниль я ничем не поливал все полили вот такую подкормку надо сделать один раз можно два раза вот только не забывайте что молочные кислые продукты они закисляют почву то есть после такой подкормки желательно пролить разбавить мел или известь и вот известковой водой полить то есть немножко его раскислить эту почву вот это у нас профилактика от болезни корневой гнили значит для профилактики от мученистой росы на огурцах применяется зольный настой с йодом то есть надо сначала золы литровую баночку на 10 литров размешать дать настоять сутки и туда добавить по моему 16 капель йода размешать и поливать также корни этих окурцов от мученистой росы то есть профилактика от заболевания мученистой росой понятно да с вами канал все для огорода подписывайтесь ставьте лайки делайте себе такие экономный полив этот этот полив подходит для крыма там воды мало вот поэтому полив получается экономные баночку поставил воткнул землю то есть землю надо смочить чтобы банка утонул поглубже вот такая но надо как бы без дна и вот там в ней стоит вода питает корень вот и получается экономный полив то есть этот корень он омоется этим составом молочно-зеленочным составом и также будет профилактика от корневой гнили спасибо друзья за просмотр жмите на колокольчик чтобы не подписаться еще видео всем пока пока